Берлин пойдет навстречу США по Северному потоку-2. Германия намерена увеличить импорт американского сжиженного газа в качестве уступки в споре по российскому газопроводу. Германия готова пойти навстречу США в споре по Северному потоку-2 и увеличить импорт американского газа. Об этом заявил министр экономики Германии Петер Альтмайер, пишет Handelsblatt во вторник, 22 января. В споре о германо-российском газопроводе Nord Stream 2 Альтмайер хочет сделать шаг навстречу Соединенным Штатам. Страна заинтересована в дебатах, касающихся безопасности поставок в Германию, сказал Альтмайер. Несмотря на то, что Россия была надежным партнером в поставках газа, СПГ может быть альтернативой, поскольку растет спрос. Поэтому он пригласил американских экспортеров СПГ на конференцию инвесторов в феврале, говорится в материале. Напоминается, что посол США в Германии Ричард Гринелл недавно разослал немецким компаниям, участвующим в строительстве газопровода, письма с предупреждением о риске попасть под санкции США. «Я улажу это», — прокомментировал министр экономики. «Это вопрос, можно ли доверять инвестициям в Германии», — добавил Альтмайер. По его словам, власти Германии надеются, что соглашение о транзите газа через Украину будет заключено до запуска Северного потока-2. «И мы хотим достигнуть того, чтобы до запуска Северного потока-2 было подписано соглашение, которое учитывало бы справедливые интересы Украины», — подчеркнул Альтмайер. «Одновременно он напомнил, что Россия всегда выполняла обязательства в вопросах поставок газа и доказала свою надежность в этом отношении. Россияне после развала СССР в любую секунду и любой час выполняли свои обязательства, это мы должны признать, когда критикуем Россию. Уже на протяжении 50 лет они являются надежным партнером», — подчеркнул министр. Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, в которой выразила протест против строительства Северного потока-2, а также поддержала введение санкций для противодействия этому проекту в частности, против европейских компаний, участвующих в его реализации. Документ не носит обязывающего характера. Новости от Корреспондент.нет в Телеграм. Подписывайтесь на наш канал и чтите пиастими Корреспондент.нет. По материалам сайта Ньюсгроком.